На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сыграны очередные матчи пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Мозриская славя встречалась в гостях с Ислачью. К сожалению, у болельщиков красно-черных матч закончился поражением Мозырян. Открыл счет на табло Дмитрий Комаровский. На 63-й минуте он реализовал пенальти. Спустя 10 минут волки удвоили счет на табло. Николай Януш с голевой передачи Комаровского забил второй гол. Мозыряне попытались отыграться. На 77-й минуте Фрэнсис Нахр забил гол и сократил разрыв. Однако сравнять счет гостям не удалось. После финального свистка на табло горели цифры 2-1. После пятого тура Славия Мозырь занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе у Полишуков 7 очков. Стартовал национальный чемпионат по футболу и среди команд первой лиги. Локомотив встречался с химиком. Областное дерби завершилось разгромным поражением представителей Светлогорска. Автором первого гола в первенстве страны стал Денис Козловский. Он открыл счет на 23-й минуте, а на 36-й оформил дубль. К слову, он же возглавил список лучших бомбардиров чемпионата после первого тура. За пару минут до окончания первого тайма Андрей Соловей забил третий гол. В раздевалку локомотив ушел со значительным перевесом. На 55-й минуте новичок команды Павел Клинье реализовал атаку, а на 74-й минуте победный гол забил Илья Шабанов. По итогу матча 5-0 в пользу железнодорожников. Начали работать в своих комбинациях, установкой на игре. Ну, забили три гола в первом тайме. Ну, а второй тайм уже, как говорится, было легче играть. Погода успокоилась. Ну, и ребята кураж почувствовали. Следующий матч будет очень тяжелый матч. Футбольный клуб – хорошая команда. И… ну, он будет интересный, я вам сразу скажу. Не знаю, какой там счет будет, как, что. Вот тут тренерские штабы, я думаю, и Гомель, и наш. Нам придется поработать, кто кого обыграет. Было совсем непросто. Ну, потом, когда гол забили, соперник немножко раскрылся, нам попроще стало. Ну, и потом уже получали удовольствие от футбола. Все сложилось хорошо, мы очень довольны результатом. Еще один представитель области в чемпионате футбольный клуб «Гомель» встречался на своем поле с новополоцким «Нафтаном». Футболисты обеих команд не порадовали своих болельщиков голами. Матч закончился без голевой ничьей. Напомню, стартовали команды с минусов. Зелено-белые оштрафованы на 5 баллов, а «Нафтан» на 15. Поединок с ничьей помог уменьшить разрыв до нулевого результата на 1 очко. Сейчас у «Гомеля» минус 4, а у представителей Новополоцка минус 14. Хорошая игра по содержанию, по накалу, обоюдная борьба. И я скажу, что отнюдь не весенний футбол показывали обе команды. Были моменты и у той, и у другой команды. Поэтому я считаю, что результат матча, результат на табло закономерен. Дебютный матч, эмоциональный. В общем-то, эти эмоции повлияли, думаю, на результаты, повлияли на качество игры. Тем более в первом тайме. Но во втором тайме немножко, скажем так, с появлением удачных моментов эти эмоции. Эмоции уходили в сторону, а уверенность приобреталась. Ну и, в общем-то, скажем так, стандартная дебютная игра. Речицкий футбольный клуб «Спутник» весь первый круг будет базироваться в «Гомеле». Здесь же они проводят домашние поединки. В стартовом матче чемпионата речичане встречались на поле с дюшор номер 8 с футбольным клубом «Сморгонь». Открыли счет гости. На первой минуте ворота поразил Евгений Савастьянов. Второй гол болельщики увидели на 84-й минуте. Сравнял счет Виктор Лагутин. Он же вошел в топ-5 бомбардиров чемпионата. Первая игра, открытие чемпионата, поэтому такие матчи, они всегда, наверное, такие нервные. Много суеты, много борьбы, много стыков, единоборств, эмоций захлестывают и футболистов, и тренеров. Ну, если так от всего этого абстрагироваться и так трезво оценить, то, наверное, моментов было мало. Ну, мы увидели красивый гол на первой минуте. Ну, соперник, обидно, что в концовке, конечно, сравнял, но, наверное, все-таки так, если по совокупности брать, то ничья справедливый итог матч. Сегодня была, я считаю, игра характерная для начала чемпионата. Много эмоций, холодной головы в многих моментах командам не хватало, как с нашей стороны, конечно, так и соперника. Но гол в начале игры – это, прежде всего, несобранность нашего игрока. И, конечно же, очень сложно нам давалась позиционная атака. Второй тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд Первой лиги пройдет 25-26 апреля. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Скинтиян. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова